Здарова народ! В эфире Магистр Синий и Магистр Синий в программе Поясни за бухло. Сегодня будем пояснять про интересный напиток, который, можно сказать, изобрел или спиздил. Очень известный чувак по имени Конор Макгрегор. И сегодня будет, нахуй, обзор на Proper 12. Ирландский виски. Камон, чуваки. Стоимость бутылки 0,7 литра, 2,500. Ирландский виски тройной дистилляции. Вот такая бутылочка. Сзади у нас присутствует автограф Макгрегора и автограф чувака, который владелец завода, на котором изготавливается этот виски. Крепость 40 градусов. Все по стандарту. Из интересного, что можно добавить. Мягкий бленд с нотками ванили, меда и дерева. Окей, это мы тоже узнаем. Что мне еще нравится в этом виски? Это его посыл. Если дословно там было такое, типа, употребляйте ответственно. То есть, что мы всегда говорим в наших выпусках? То, что потребляйте ответственно. Если вы бухаете, делайте это с умом. То есть, от слова Proper. Делайте правильно. Почему 12? Потому что Макгрегор родился и жил в 12-м районе Дублина. То есть, 12-12. Окей, you know. Срок выдержки этого дистиллята не менее трех лет. И про три года я вам еще потом расскажу одну фишку, когда мы приступим к дегустации. Можно состав почитать. Так, дистиллят зерновой, дистиллят солодовый, сахарный колер, ешки присутствуют. И все. Отлично. Так, калорийность 220 килокалорий на 100 грамм. Ну и, в принципе, ничего такого больше интересного. Сразу хочу перейти к употреблению. Сейчас я вам про три года расскажу одну вещь интересную. Начнем с цвета. Цвет у нас темноватый. Даже больше темный, янтарный такой. Теперь поясню. Цвет, он не характерный для виски, которому три года. Который выдерживался три года. Потому что трехлетний дистиллят, он намного светлее. А здесь почему такой цвет? Потому что добавляются пищевые красители. То есть, как бы похуй, но такая вот магия коммерческая присутствует. Пахнет как скотч. Ну, ебать, как зерновой солодовый виски. Ну, вот такое вот. Даже спирт не сильно чувствуется в аромате. Он присутствует, но он не напрягает. Приятный, без лишних примесей. Опять же, то, что заявлено в аромате. Мед там, дерево. Дерево может быть, да, вот, кстати. Немного похоже. А меда и ванили нету. Как минимум, в аромате. Также для чистоты эксперимента мы сегодня взяли алкотестер с собой. И мы проверим, насколько же этот виски дает в голову. Вот такая у нас хуйня сегодня будет. Научный подход. Это мы проверим после... Ну, вот, грубо говоря, нескольких стаканов уже потом, после выпуска. Ладно, поехали. За Макгрегора. Обжигает, но мягко. Сначала он тебя обжигает, и ты не чувствуешь особо вкуса какого-то. Вкус раскрывается после. Секунд это через 10. Сразу скажу то, что виски достаточно охлажденный. Лучше его таковым и употреблять. Сразу первое, что отмечу, присутствует такой привкус дерева. Коры, да, от того, что в бочках дубовых выдерживали. Потом. Вот минус, который самый первый, блядь, меня напрягает, это то, что медицинский, медицинский привкус. И вот в данный момент уже чувствуется... Вот представьте, что вы пришли в кабинет зубного, я не знаю, или просто, блядь, в какую-то лабораторию. Вот что-то такое есть. Какой-то неприятный медицинский шлейф чувствуется. Так он практически нейтральный. Мёда нет, ванили нет. По вкусу это действительно классический ирландский виски, классический скотч, можно так сказать. По вкусу это вот туда. Сразу напрашивается сравнение Proper 12 и Джеймисона. Как раз-таки, как сам Макгрегор заявлял, то, что... Ну, он же пиарит эту марку, да, и типа он её хочет раскрутить больше, чем Джеймисон сам. И сделать это виски номером один в Ирландии. И в конце выпуска как раз мы скажем про то, лучше он или хуже. Теперь настало время охуительных историй. Про то, как этот напиток вообще появился, да. Макгрегор не стал заморачиваться. Он не стал самостоятельно что-то придумать. Просто пришёл на завод, говорит, блядь, я хочу прийти на всё готовенькое. Ему дали список из примерно 100 рецептов. Он выбрал самый, на его взгляд, подходящий, который ему больше всего понравился. Они ему такие, вот, пиздец, всё, вот те партии, отлично. Называем это Proper 12 и пускаем в продажу. Так, собственно, появился этот напиток. То есть, Макгрегор, по сути, просто лицо бренда. Не создатель. Если честно, он нейтральный на вкус. Нет вот этих вот приблуд, которые описаны на этикетке. Так он пьётся. Вот ты первый глоток сделал, он себя обжигает. А дальше он действительно заходит мягко. Ну, то есть, это здорово. Это мне нравится однозначно. Он не напрягает. Есть такой вариант. Допустим, так он меня не напрягает. Даже вот этот медицинский привкус, запах прошёл. А если его пить с колой, предположим. Где-то примерно один к одному смешаем. Кола добавляет удара по горлу, ввиду своей газированности. А так... Круто. Круто. Не, блин, мне всё нравится, на самом деле. Очевидных минусов я не могу найти. Вот этой вот спиртуозности, вот этого, блядь, отвращения. По первым глоткам, да, было что-то, какие-то подозрения. А сейчас уже, вот когда ты вкатываешься, всё становится окей, чётко. И теперь вернёмся к Джеймисону. Я его пил в своё время, несколько лет назад, не знаю, какой он сейчас. Но, как минимум, Proper 12 не хуже Джеймисона. А в чём-то, может, даже и лучше. Джеймисон более резкий. Вот, это однозначно. У него более насыщенный вкус, но он более резкий, и, блядь, его по-любому надо разбавлять. А Proper 12, он мягче. То есть, Proper 12 получит плюсик. Хотя, всё равно, я и перед выпуском, и сейчас склоняюсь к тому, что можно и лучше сделать. По поводу того, даёт ли он в голову. С первого глотка, вот честно. Может, потому что, типа, с недосыпа, но всё равно. Ты вот хуяк, выпил чуть-чуть, и уже через минуту почувствовал. Такая же ситуация была с Абсолютом, с водкой. Я тоже один глоток сделал небольшой, и я уже почувствовал, как меня так прикольно расслабляет. Ну, это вот приятное, расслабляющее такое действие. Итак, пора подводить итоги нашего обзора. Первый вопрос, на который надо было получить ответ, это, лучше ли Proper 12, чем Jameson? Ответ – да, лучше. Немного, но лучше. У него есть свои плюсы, он мягче, и вообще сколы его нахуительно. Только замечание. Если вы будете мешать сколой, примерно мешайте в пропорции один к одному. Будет клёво. В данный момент мною выпито примерно 100 мл виски, и сейчас мы проведём небольшой тест. Сколько же во мне промилле алкоголя? Тут немножко не в таких единицах, в общепринятых, показывает алкотестер. Но сейчас попробуем перевести. Если я где-то наебался, то поправите меня, пожалуйста, в комментариях. Итак, мы дунули. Он показывает вот такую вот картину. То есть 0,16 бак или 1,6 грамм на литр. Заебал. 0,16 бак или 1,6 грамм на литр. Но, как мы знаем, промилле измеряется в миллиграммах на литр. То есть мы это значение поделим на 10. Получается, в моей крови находится 0,16 промилле алкоголя. Вот такая ситуация. На этом всё. Выпуск завершён. В эфире был Магистр Синий. И Магистр Синий в программе «Поясни забухло». Ждите новые обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. И вообще, короче, главное, что вам скажу. Потребляйте ответственно, как гласит лозунг Proper 12. Всё. До свидания. Берегите себя, господа. Подписывайся. Берегите себя.